Друзья, хочу вам по секрету рассказать, что ученые разработали универсальную противораковую вакцину. Если вы участвовали в разработке этой вакцины, то тогда смело перематывайте на Аню. А коли нет, тогда не переключайтесь. Всем доброго времени суток! Вы смотрите самое научно-новостное шоу «Чуть-чуть о науке». Где реальные ученые рассказывают о реальных достижениях науки. Поехали! А я напоминаю, что когда на канале будет 10 тысяч подписчиков, то мы сделаем прямой эфир, где расскажем много интересного о себе, ответим на вопросы. Поэтому не стесняйтесь рассказывать о нас друзьям! Рак — это, как всем известно, такая болезнь, при которой происходит образование злокачественных опухолей. Причем даже их полное удаление не дает гарантии на излечение. Об этом мы рассказывали в предыдущем выпуске, можно вот тут кликнуть и посмотреть. И традиционно считается, что рак не лечится. Хотя современная медицина способна эффективно бороться с некоторыми видами рака. А как насчет универсального лекарства? И здесь начинается самое интересное. Вообще говоря, сделать универсальное лекарство от какой-либо болезни — это дело очень непростое. А в большинстве случаев и невозможное. Ну может и возможное, но в будущем и при должном старании. И вроде как с раком нам немного повезло. Так как ученым удалось создать нечто универсальное, что вроде как способно убивать любой рак. Почему так неопределенно? Да потому что клинические испытания только начались. А это означает, что мы можем говорить лишь то, что данный метод эффективен только для животных. А как будет с человеком, пока не ясно. Но давайте подробнее рассмотрим, как же ученые предлагают лечить рак. Если подойти к этому вопросу строго, то ученые создали не лекарство, а вакцину. Состоит оно из РНК, кодирующие опухолевые антигены, и защитной липидной оболочки. РНК нужна для того, чтобы вызвать специфический иммунный ответ на клетки рака. А липидная оболочка, чтобы защитить эту самую РНК от действия внутриклеточных агентов. После внутривенного введения вся эта вандервафля поглощается клетками иммунной системы, которые анализируют все антигены, поступающие в организм, и информируют о них Т-лимфоциты. Далее в ответ на это клетки начинают выделять интерферон альфа, и активируются наши природные защитники. Цитотоксические Т-лимфоциты. По сути, мы вводим в организм команду на уничтожение определенных клеток, в данном случае раковых. В экспериментах на мышах было показано, что эта вакцина полностью предотвращает развитие рака, в то время как непривитые мыши умерли в течение 30 дней. И сейчас эта вакцина уже испытывается на людях. Правда, пока идет только первая стадия, испытуемых всего трое, но тем не менее она уже показала стопроцентную эффективность. Конечно, нужно отметить, что для каждого вида рака придется делать отдельную вакцину, но исследователи утверждают, что это делается быстро и дешево. Так что в полку лекарств от рака прибыло. А теперь нам остается лишь ждать завершения полных клинических испытаний этого и других видов лечения рака, чтобы сравнить их эффективность. И в принципе, возможно, совсем скоро рак перестанет быть проблемой. А пока еще одна небольшая новость. Журнал Science объявил о начале конкурса «Станцуй свою диссертацию», где вы должны снять на видео танец, в котором рассказываете о своей научной работе. Приз целых 500 долларов! Заявки принимаются до 30 сентября. Если вы супертанцор, то, возможно, это ваш шанс. Кстати, видеозаписи участников есть на ютубе. Советуем посмотреть. А мы переходим к новостям от Ани. Всем привет! Я решила не отставать и тоже расскажу вам все самое интересное из области биологии и медицины. Как нам рассказывают на уроках биологии, клетка состоит из большого количества частей, самое главное из которых – это ядро, где хранится генетическая информация. А вот за выработку энергии отвечают митохондрии, которых может и не быть вовсе. Но тогда клетка производит энергию прямо в цитоплазме. Об этом мы рассказывали в предыдущем выпуске. Но вот вопрос. А если митохондрии все-таки есть, то являются ли они единственным источником энергии? Оказывается, что нет. Ученые выяснили, что само ядро тоже может производить энергию, когда ему не хватает той, что поступает из митохондрии. Это предположение появилось еще полвека назад, но подтвердить его удалось только сейчас. Дополнительная энергия в ядре необходима во время процесса массовой перестройки хроматина, так как требуется быстро распутать плотную упаковку, в которой находится ДНК. А следующая новость о брате заядлых алкоголиков. Ученые научились устанавливать поврежденную циррозом печень. Правда, пока только в лабораторных условиях, и для этого требуется не менее 20% здоровой ткани. В регенерации используется аденоассоциированный вирус, который не опасен для человека и способен перепрограммировать ДНК клеток, которые развивают цирроз, так, чтобы они стали здоровыми клетками. Но пока это только начальный эксперимент. Хотя, даже если ты придешь в практику лет через 10, все равно лучше не пить до такой степени. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И напоследок немного о стволовых клетках. Их предлагается применять для лечения пациентов, парализованных после инсульта. Первые клинические испытания уже были проведены. В 18 пациентах, состояние которых долгое время было стабильным и не демонстрировало никаких признаков улучшений, были введены стволовые клетки, выделенные из костного мозга, дополненные особой плазмидой. Плазмида содержала ген белка, который, как считается, отвечает за дифференциацию нервной ткани. И, как вы понимаете, после инъекций состояние пациентов начало улучшаться. Некоторые даже снова смогли ходить. Однако, пока не ясен механизм работы таких инъекций. Но результаты, безусловно, крутые. Что-то мне кажется, что мои внуки вообще бессмертными будут. А на этом у нас все новости. И помните, наука намного интереснее, чем вам кажется. А в комментариях пишите ваше мнение об этих новостях. Спасибо, что смотрели. Пока! А чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на наш канал. Самые свежие новости проекта, а также прикольные фотки на наших страницах в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Все ссылки в описании. Также не забывай рассказать о проекте своим друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok